И здравствуйте, дамы господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в старшинерс, продолжаем проходить, здесь что-то строить, развиваться, ну в общем, дело такое. Слиточки потихонечку я вот наплавил, ну как наплавил, плавка идет потихоньку, поэтому мы берем эти слитки и толкаем вот сюда все, все, все затолкнули. Хорошо, так батарейка, батарейка пока стоит, хрен с ней, пускай стоит. Так, вот эта штука с углем, да, которая, выключись, а хотя с другой стороны она же не питается, поэтому неважно. Так, что нам нужно? Нам нужно, во-первых, построить шкафчики, поехали. Нам нужно, 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 кабель нам потребуется. Я еще сейчас побегал, подкопал немножко меди и наткнулся на серебро, поэтому давай медь заряжаем. Железо выпало, хорошо. Натолкнулся на медь, серебро. Вот тут серебро у нас есть. Тоже сплавим, посмотрим, куда это. Так, здесь у нас что такое? Еще уголь. Еще уголь. Еще серебро. Так, тихо, не катаемся. И еще медь. Вот медь надо будет. Так, ну-ка. Так, что за... Вот эти ящики тупые, мне мешают они здесь. Надо... Да, ну-ка. Да, ну, чтоб тебе. Да, ладно. Отстой. Сейчас вся моя руда, буду ящик отгонять сюда, туда-сюда. Вся руда моя разлетится. Надо будет... Давайте ящиками займемся. Так, это медь у нас там валяется. Давай, нам нужно сделать... Электронный принтер обязательно надо будет сделать. Вот локер, поехали. Делаем их штук, чем больше, тем лучше. Штук пять может быть, я думаю хватит, наверное. Везде расставим. Они очень большие, ну и по размеру и по вместительности, самое главное, прям очень-очень большие. Они мне прям очень нравятся. Работает до потери пульса, пока есть ресурсы, она будет все время делать, поэтому четыре и последнюю давай. Также это кит, комплект готовый, поэтому есть. Так, ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Готово, готово, дочь Попова. И ящики мы будем расставлять куда? Наверное, сюда куда-то надо, чтобы солнышко. Хотя, блин. Солнышко, солнышко. Давай, наверное, первоначально вот сюда поставим один. Это центр, да, нашей базы будет. Потом нужно вот сюда поставить или вплотную прям поставить. Так один поставим и так один поставим. Всего два, да? А если вот так, то у нас влезет три. Ну давай вот так, вот так и вот так. Не гламурно, конечно, но придется еще добавлять, но нормально, нормально. Так открываем, 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 открываем. Вот эти вот все квадратики маленькие, это сколько места здесь? Короче, тут очень много места. Так, давай, всякие вот эти строительные, все ништяки. Давай сюда, давай сразу же освобождать. Вот это, вот это. Руки у нас всего лишь две, поэтому приходится таким образом перетаскивать. Вот эти готовые комплекты сюда. То, что строить можно. То, что вот эти штуки сюда, например, пока что. Таблетка. Вот эти ридеры все из кармана я выкинул. Ну давай пока что вот так уберем, чтобы было. Так, так. Это все сюда ставим. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Руда. Руда будет, допустим, здесь пока. Так, пояс. Пояс мы будем использовать для копания, там, для замены туда-сюда. Так, все, чисто. Пошел отсюда. Следующий. Что там у нас? Медь. Медь выплавилась. Хорошо. Давай, нам нужно кабелей сколько-то сделать. И нам нужен электронный принтер. Вот этот вот. Электроникс принтер. Принтер. О, полностью лампочка зарядилась, смотри. Круто. Синенький огонек, это значит полностью зарядилась. Это очень классно. Так, давай еще медь дожарим. Хоп. Поехала. Что тут? Электронный принтер. О, он медленно делается. Так, окей. Ящик. Здесь, значит, какие штуки? Вот так. Вот так. Этмос аналайзер. Самое главное не пропустить, потому что мне несколько их не надо. Будем считать, что это первое делается, да? Так, трубы, вентиля всякие. Трубы, вентиля. Ну, давай сюда. Что еще есть хорошего? Аэрлок. И датадиск. Это все нам будет нужно. Датадиск. Аэрлок. Фильтр водный. Еще всякие приблуды. Это все. Нет, это уже можно будет использовать. Так, что тут? 65%. Надо не пропустить, самое главное. Давай. Консоль. И активная вентиляция. Сюда, сюда. Что тут? 76. Уже скоро. Так, все. Эти ящики освободили. Хорошо. Так, их потом под что-нибудь будем использовать. Что здесь? 12. Медленно плавится. На батарейке пока живем. Надо будет еще вот с этой штуки, которая копательная хрень, тоже достать батарейку. Ее надо будет зарядить. Она сейчас будет высасывать из большой. И большая. О, тихо, тихо. Сделалось. Оп, стоп. И маленькая меньше, чем большая в 8 раз. То есть, вот это все равно, что 8 маленьких. Как-то вот так это работает. Поэтому сейчас вот эта батарейка высосет просто чуть-чуть энергии. Вот из большой. Вот все готово, заряжено. Есть. Берем. Тихо. Вставляем. Возвращаем на пояс. Есть. Так, пояс шахтерский пока что меняем. Прекрасно. Так, еще копер. Берем. Толкаемся туда. Это у нас силвер. Так, давай пока. Руда пока здесь будет у нас лежать. Уголь. Мне тоже пригодится. Надо будет, наверное, отдельный ящик под уголь я сделаю. Так, и серебро. Ну, давай выплавим, посмотрим, что это такое вообще. Не плавил ни разу серебро. Так, хорошо. Электроник принтер. Пускай пока валяется. Нам нужно еще, наверное, фреймов сделать. Там стена была, ступеньки. Steel frames мне не надо. Мне надо Iron Walls. Вот Iron Frames. Сколько? Ну, штучек 7, наверное, да? Штучек 7. 1 сразу ставим. Видишь, что? Летить неудобно. Так, стопы пока. Потом 1 ставим вот сюда. 1 ставим вот сюда. Так, вот это вот дело. Куда-нибудь пока подальше. Вот это вот утащим. Давай-ка. И здесь у нас... Ну, хотя видно будет. Видно. Так, сколько надо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 меня полностью устроят, да? Так, сварочник. Берем. И нужны пластинки. Вот эти. Эй, ну ты что творишь, а? Раз, два, три. Пока. Стопы. Дай. Дай заварю. Есть. Убираем на место. И врубаем дальше. Так, 3, да? 1 сюда. Вот так вот. Раз, два, три. 4. 1 сюда. 1 сюда. Что-то много, наверное, да, уже сделал? Нет. Еще... Еще один нужен. Давай. Хоп. Готово. Пошли. Раз. Два. Три. Сварочник. Но если полностью заваривать, то получается вот такой вот блок. Такой вот. Ничем не отличается, кроме того, что сквозь него не видно будет. Поэтому... Поэтому пока что я вот этими фреймами буду пользоваться. Потом, может быть, металла побольше нарублю. И сделаю вот таких вот штук побольше. Листов металлических. И провою полностью все. Так, ладно. С этим разобрались. Дальше мне нужно сколько-нибудь... Ага. Я же эту сделал. Electronic printer. Его надо тоже подключить. И подключать мы его будем... Ну, вот сюда, например. Хорош. Так, провода. Что у нас там? Шесть проводов. Надо быть проводов еще сделать. Давай как-нибудь вот так. Как-нибудь вот так. Так, вот так. И вот так. Готово? Готово. Это возвращаем на место. Это вырубаем. Хотя нет. Давай-ка мы вот так вот дергаем. И выбрасывает он все, что в нем есть. Толкаем теперь вот сюда. Все ресурсы включаем. И нам нужно... Вот, мы здесь можем делать большую батарею. Большую батарею, но на нее нужная сталь. Сталь надо будет выплавлять. Пока что мне нужно следующее. Мне нужно... Айр-контрол, айр-лок, газ-дисплей. Здесь другие полезные штуки. Солар-контрол. Мне нужно... Солар-пэнел. Батарею можно сделать. 20 сталь надо. Вот, компьютер. Делаем. Делаем компьютер. И к нему нужно будет... Он требует золото. Золото у меня прям здесь вообще рядышком очень много. Поэтому... Логик свитч. Вот, solar-пэнел. Вот это. Мне надо еще 4 панели. Пока что берем компьютер. Поваляйся. И 4 панели. Сразу делаю. Чтобы настроить сразу же все. Раз. Он быстрее крафтит, чем вот это вот. То есть они некоторые... Те же самые кабель можно сделать здесь, можно сделать здесь. Но вот эта штука крафтит быстрее. Эй. Копер надо. Копер. А копера у меня... Копера у меня нету больше. О, серебро поплавилось, смотри. Круто. Серебро. А копера у меня больше... Нету. Ну, тогда 3 панельки. И проводов надо будет все равно делать. Поэтому мы берем, наверное, пояс. Меняем. И пошли, наверное, еще медь искать, да? Что у меня по батарейке? Very low. Отдай. Средняя. Ну, пойдет. Пойдет. Надо срочно ставить компьютер. Ага, компьютер. Подожди, стоп. Мне надо сделать еще... Трансформаторы. Материнская плата. Вот эта мне нужна. Давай. Чего у меня там? 7. Г. Не знаю, что это такое. Это явно не граммы. Это какие-то граммы ГГГ. В общем, штуки. Так, материнская плата есть. И надо будет еще сделать материнские платы. Другие какие-то. Мне надо просто кабель. В принципе, 14 по пол штучки на один кабель. Давай заберем. Потому что простая требует одну единицу. А вот такая уже две. Там более разветвленные соединения требуют большего. Давай всю медь тратим. Все. Все. Закончилось. 14 штук. Хорошо. Давай. 16. Окей. Итак, у нас вот они все наши девайсы. Солнечная панель. Компьютер. Теперь. Давай-ка мы, наверное, все-таки достроим. Давай мы будем ловить. Ловить солнце будем. Так. Взлетаем. Потому что не налетаюсь. Здесь надо сейчас настроить это все дело сразу же. И нехай оно автоматически поворачивается, разворачивается. Так. Все равно на солнечной панели еще одну надо будет, да? Медиа. Ах. Ну ладно, давай. Пока что компьютером займемся. Так. Компьютер. Здесь не проварил я. Халтура. Халтура. Листы. Берем. Готово. Так. Листы возвращаем на место. И погнали. Компьютер. Компьютер нам нужен вот здесь, например. Ну, окей, пускай. Так. И он нужен здесь, собственно, для того, чтобы он хорошо работал. То есть, вот эта штукенция служит переключателем своеобразным. И если мы данные введем вот отсюда, заберем, то он будет видеть только вот эту штуку, вот эту, вот эту. Ну, то есть, он не увидит солнечные панели. Поэтому развилку всю надо делать именно, развилку надо делать все именно вот здесь где-нибудь. Вот таким вот образом. Сейчас мы здесь внесем кое-какие изменения. Вот так вот. Раз. Поехали. Введем тогда это дело к компьютеру. Вот так. Вот так. Потом поворот мне нужен. Поворот, говорю. Вот так. Окей. Здесь надо вниз как-то завернуть. Вот так. Здесь у нас будет прямая. 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 Здесь уголочек. Уголочек вот здесь. Вот так. Вот так. И уголочек вот здесь. Вот так. Все. Это через... Мы подключили его к данным. То есть, данный он будет брать до переключателя. Поэтому солнечные панели он будет видеть. И теперь нужно питание. А вот питание. У нас все питание всех приборов идет после вот этой штукенции. Поэтому питание мы можем взять вот отсюда, например. Завести, да? А проводов там мало. Я смотрю. Не очень. Здесь мы просто не пробросим. Поэтому... Поэтому, наверное, придется вот так делать. Вот так делать. Ну и вот так делать. Короче, мы его не подключим. Потому что... Все. Провода кончились. Провода кончились. Так. Можно, конечно, оттуда забрать. Ну, вариант. Вариант. Почему нет? Я и говорил, почему. Потому что прямые участки заберем, да? Вот так вот отрежем. Немножко. Поэтому я говорил с самого начала, что зря я их делаю. Вот. Все. Готово. Вкл. Ага. Вкл. У нас нужна материнская плата. Так. Провода возвращаем. Материнская плата. Хватаем. После. Вставляем. Закрываем. Включаем. Вот. Все. Заработало. Пока энергию не тратим. Теперь нам нужно настроить. Все вот это дело будет. Это у нас будет по порядку. Раз, два, три, три, четыре, пять. То есть вот эта вот солнечная панелька, она будет третья по счету у меня. Поэтому надо бы, чтобы не запутаться, надо ее переименовать. А где? Я не притащил, да? Так, не то. Берем вот эту штуку и берем, наверное, маяк. Так, с маяком тоже надо будет решить вопрос. Пока что бросаем сюда маяк. Так, переименовываем. Давай взлетим поближе. Есть. Включаем эту хребору. Вот эту. Так, это у нас будет Solar 3. Нет, Solar 03. Это панель третья будет, да, у нас? Ок. Так. Выключи. Газ не тратим. Вот сюда выберем пока. Давай вот сюда. Здесь у нас руда и всякая такая штука будет. Так, и... Да, хрэ. Давай сразу переименуем маяк, наверное. У нас просто Tracking Beacon называется, поэтому мы его переименуем, например, в Base. База. Окей. Готово. Поехали. Так. Брось. Как он? Есть контакт. Теперь у нас все запитано, все работает, но Power Low. Поэтому нам нужно написать программульку. Программульку для того, чтобы он отслеживал. Для того, чтобы он отслеживал. Чтобы он отслеживал, нужно, по идее, использовать вот этот вот сенсор. Вот его надо будет поставить как-нибудь. Вот так, например, да? Подсоединить. И он показывает вот солнечные лучи, как вон 125 градусов, 126. То есть он показывает солнечные лучи. И на основании этих солнечных лучей уже можно задавать положение солнечной панели. У нас горизонталь ворочаться вообще не будет, а вертикаль вот эта будет крутиться. Поэтому. И плюсом есть возможность. Нам сейчас энергии не хватит. Комп, по-моему, 200 Ватт жрет. Давай так. Выключить свет. Создать новый стейт. Итак, что у нас здесь есть? Условия. Условия мы будем начальное. Начальное условие достаточно простое. Мы берем солнечную панель. Да, вот он. Вот он видит компьютер. Он видит генератор твердотопливный, который у нас там есть. Он видит APC. Ну, вот эту Power Control, которая переключателем является для него. И солнечную панель. А почему Solar Panel ты видишь? Почему не Solar? Почему не Solar 03? Вот, обновилось. Solar 03. Это то, что мы переименовали. И теперь мы берем, просто ставим заряд. Создаем условие. Если заряд меньше, например, ну я себе так это представляю, 1000. У нас на секундочку, давайте пока выключу, чтобы экономить электричество. У нас заряд от одной панели 500 Ватт. 500 Ватт. И если зарядка меньше 1000, это условие явно не будет выполняться. Это для одной панели, да? Как будто дисплея нет. Это условие однозначно выполняться не будет. Поэтому это у нас с этого будет все начинаться. То есть это условие явно, вернее, это условие как раз таки будет выполняться. Потому что у нас, если на солнечной панели 0,3 заряд меньше 1000, что это и есть. То действие мы добавляем солнечную панель по вертикали повернуть на 0, по-моему у нас. В моем случае это 0. Если кто-то поставил панель в другую сторону, то для него это будет соточка. Поэтому мы ставим. Это условие выполняется. И у нас, если мы ее запустим, то у нас панелька должна уехать на положение 0. Готово. И поехали в следующую. Создаем следующий стейт. Уже рабочий. И, то есть, вот это условие выполнилось. И переход на второй стейт. На второе действие. На втором действии мы делаем следующую штуку. Условие. Если, опять же, солнечная панель 0,3 заряд. По-всякому экспериментировал, но пришел, опять же, к мнению. И всякие забугорные товарищи советуют делать вот таким образом. То есть, если заряд больше, чем 495, например. Ну, практически максимальный заряд, да. То есть, у нас стоит панель. Солнечные лучи падают ей ровно в лицо, перпендикулярно. Только такой момент наступает. У нас панелька должна уехать от лучей. Немножко сместиться. Солнце продолжает догонять, как бы, эту панель. Опять начинает светить с максимальной интенсивностью. То есть, у нас панель опять. То есть, у нас панель будет, по факту, чуть-чуть убегать от солнышка. То есть, вот такой вот смысл всего этого движения. И здесь мы пишем тогда, если заряд больше 495, то есть, максимум наступил, то солнечная панель по вертикали уезжает, например, на 10. Здесь все зависит от того, как часто вы хотите. Можно сделать хоть на единицу. Оно уезжает. Вертикаль хоть на единицу можно поставить. И вот таким вот образом, просто до 100. То есть, у вас будет 100 вот этих вот стейтов. Но это просто чекануться можно. Поэтому, либо 5, это 20 стейтов будет, да, либо 10. Тогда у нас 100%, это у нас не в градусах, в процентах вот эта вертикаль измеряется. Поэтому всего лишь 10 будет. Но будет маленько не точно. То есть, чем меньше число, тем точнее будет. Поэтому поставлю 5. У меня одна панелька, поэтому я задачусь, я везде поставлю про 5. То есть, она у меня уезжает на 5. В следующем стейте у меня уезжает на... Так, выполняется третий стейт, следующий. В следующем стейте то же самое прописываем. То есть, выполняется условие. Заряд больше 495. Это будет везде проставлено. Условие такое. Ну-ка. И действие будет только одно. Вертикаль будет меняться уже не на 5, а на 10. Потом на 15, на 20 и так до 100. Так что вот это вот мне надо бы сейчас все прописать. Ну и стейт, соответственно, переход на следующий надо. Это дело проставить будет. Да. Это будет проблема. Проблема в том, что нет, к сожалению, электричества достаточного количества. И придется ждать рассвета. Наступит рассвет. Батарейка может быть чуть-чуть зарядится. Хотя, с другой стороны, можно потратить угля. Что, зря копал что ли? Так, давайте это убираем. Пошли. Ну, немножко потратим угля. Так, закидываем. Врубаем. Врубаем. Заряд пошел. Все хорошо. Все отлично. Компьютер заработал. Продолжаем. Ну, мне кажется, вот так вот удобнее. Все-таки сначала создать все вот эти стейты. Сделать на них переадресацию на следующие. Потом просто везде прописать. Вот как сейчас я делаю в каждом стейте одно и то же условие, которое будет выполняться у нас постоянно. И уже потом проставлять то, что нужно. Вот так вот это все будет выглядеть. Заряд больше. 495. В принципе, достаточно бодренько это все делается. Но, я говорю, тут от тления от вашей зависит. Можно сделать через 5. Можно вообще сделать. Я говорю, задачица через единичку сделает. Но там может быть проскакивание, проскальзывание. Вот это не знаю, возможно это будет. Нет, но может быть даже не очень хорошо, если делает слишком точно. Но вот этого, мне кажется, по 5% смещения, мне кажется, это будет вполне себе. Вполне достаточно. Так, все готово. То есть, условия первые у нас есть. Смещается на 0. Потом начинает светить хорошо. Когда находится на 0, начинает хорошо светить. У нас панель уезжает на 5. Потом уезжает на 10. В следующем она уезжает уже. Вертикаль. Она уезжает на 15. Правильно? Да, там 10. 15. И вот здесь просто помощник своеобразный такой есть. Вертикаль. Когда просто мышкой классаем сюда показывает предыдущее введенное число. Поэтому удобно очень именно в таком ключе делать. 20. Здесь у нас вертикаль. 25. И вот так вот поехали по условиям. То есть, в принципе, это уже будет все хорошо. Так, вертикаль. Здесь, соответственно, 30. И вот так вот до 100. Надо протыкать везде. И последнее у меня идет 100. Все, 100%. То есть, панель повернется максимально на закат. И будет стоять вот таким образом. И вот здесь вопрос. Не вопрос, вернее. Теперь мы делаем еще. Создаем один state. 22. Да. И он будет отправлять на первый. По цикличности. А 21 будет передаваться в 22. И здесь условия теперь. То есть, у нас панель в 21-м state. Она поворачивается максимально на закат. И стоит в таком положении. И вот здесь вот этот 22-й state. В частности, будет заточен на то, чтобы заряд меньше, ну, например, единицы. Actions. Вертикаль. И вот здесь будет как раз таки 0. Все. Потом идет подтверждение. Первым state идет подтверждение. Заряд меньше 1000. И, собственно, продолжение выполнения. Вот. Все. 22-й state. И потом пошел следующий state. Первый. Вот. И когда... Где у нас солнце? В целом, можно уже сейчас как-то подгадать. Допустим, руками можно найти, где у нас процентов на 60. Надо повернуть сейчас. То есть, 50 это ровно вертикально вверх смотрит. Ну, давай на 70, например, поставим. Ну, вот 70, да? Вот этот state нам говорит. Поэтому мы вот сами его выполняем. Ага, на 70, да? Подожди. То есть, нам нужно повернуть на 65 где-то. Чтобы она начала выполняться. Ну, либо встыкнуть первый state. Панель вот так вот встанет. И будем ждать следующего восхода, что не очень круто. Давай, я хочу сейчас получить некоторое количество энергии. 60, 70, 75, например. Вот так как-то. Маленькие значения по единичке. Это Alt надо сжимать и потом уже клацать мышкой. Вот, у нас 400. Вот, сейчас вырабатывается энергия, да? Смотри. И сейчас должно быть, когда 495, программа должна подхватиться. И она должна начать смещаться. Вот, 495. Оп, уехала. Ха-ха-ха. Неправильно. Неправильный state. То есть, идет неправильный state. Она перехватила его, но следующий должен быть, который то есть, она, блин, вернула немножко попозже. Ну ладно, у нас батарейка, это уже на зеленом. Хорошо, забираем, вставляем. Так, с этим разобрались. И теперь по факту, чтобы не мудрить, я проще сделаю. Я тогда, где там у меня первый state. Еще, 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 еще. Первый state. Где тут работает этот? Только так. Мотать. Шестой, пятый, четвертый, третий, второй. Первый. То есть, если я его сейчас запущу, панель должна встать вот сюда. Она будет ждать следующего рассвета. Она выполнится и перейдет на второй state. И будет ждать рассвета. Да, вот у нас панель сейчас поворачивается. Энергии мы получать, конечно же, не будем. Но я рассчитываю побежать, пока что меди наковырять. И вот, все будет выполняться первый state. Как только условие выполнится, она будет смещаться, подхватиться. И, в общем, будет, по идее, все хорошо. Хорошо, я надеюсь. Так, пояс меняем. Достаю шахтерский. Одеваем бур. Так. Да и в целом, копать я, наверное, за кадром все-таки побегу. Пока что с маяками. С маяками. У нас есть вот такой девайс, который должен отслеживать вот этот вот бикон, вот этот маяк. Поэтому... Но он абсолютно пустой. В нем есть батарейка маленькая, полностью уже заряженная. Это хорошо. И нам нужно найти картридж, который... Это энциклопедия, это анализатор сети электрической имеется в виду, атмосферный анализатор. Это уже не для другой штуки. Вот мне нужен тракер, вот этот картридж, который тракер. Берем его в руку и толкаем его в картридж. Ну, вместо для картриджа. Так. Включаем. Он отслеживает только Серегу. Вот бейс. Бейс он не отслеживает, потому что он не включен. Включить. Вот. Вот все. Теперь он у нас будет работать так, как надо. Но единственная проблема в том, что вот видите, уже батарейка стала зеленая. Батарейки хватает не так уж и надолго относительно. То есть большие забеги крайне не рекомендуется из-за того, что вот эта батарейка, она закончится и маяк перестанет работать. Поэтому в ближайшем будущем надо будет срочно изготовить в этой штуке большой. Добыть сталь сначала и сделать большую батарейку. и поставить на маяк уже большую батарейку. То есть включаем маяк перед тем, как пойти. Этот я с собой всегда буду таскать. Включаем. Там заблудился, включил. Ага. Нам туда. И почесарил. Как-то вот так это работает. Так все. Батарейку экономим. Выключить. И солнечные панели. Оставшиеся солнечные панели. Стоп. Давай, мне пояс еще пригодится. Вот этот, наверное. Поехали. Солнечные панели. Значит, по оставшимся солнечным панелям у нас штука достаточно простая. Когда мы добавляем солнечную панель. Вот так вот, да? Электричеством налево. Но проблема в том, что у меня там кабель разбит. Давай пока эти уберем. Два куска кабеля у меня как раз есть. Отлично. Поворачиваем. Где тут? Уить. Уить. Хоть. Хорош. Готово. Запитали. Теперь стеклянную не забываем. Надо нам завершить строительство. Готово. И вот этой штукой переименовываем. Вот это у нас будет солярка. Solar 04 получается. Готово. И теперь остается всего лишь добавить эту штуку. Выключить. Включить. И теперь остается всего лишь во все условия наши. В actions раздел нам нужно прописать только новую solar panel. Почему ты solar panel у меня? Я не знаю. Почему ты не обновляешься? Вот. Solar 04. И все. И везде прописать условия аналогичные тому, которые выполняются на другой. То есть здесь у нас соответственно идет 0. Движемся дальше. Добавляем новые actions. Solar 04. Вертикаль. Здесь добавляем 5. И то есть пройти по всем. Ну-ка поставим выполнение. Хоп. Хоп. Ла-ла-лей не работает. Потому что надо делать первое. Первый state. Чтобы он выполнился. Ага. Она у нас еще не повернута. Правильно. Правильно. Ее для начала нужно повернуть на 90 градусов. Я же забыл отрегулировать. Вот. И она встала уже так, как нужно. Вот. Все. Теперь они будут в паре работать. По крайней мере. Те state, которые я прописал. На 5. На 10. Не успел еще. Ну, короче. Везде надо прописать вот то же самое. То есть здесь добавляем 10. Ну и повторить необходимое количество раз. До 100. И так касается всех панелей, которые вы будете добавлять. Может быть удобнее это было делать сразу. Но тут. Блин. Все. Энергия закончилась. Еще уголька. Рассвета пока нету. Еще уголька подкинем. Поехали. Давай. Заряжай. В топку. В топку. 10 стоит. Так. Это выключим пока. Теперь надо добавить. Здесь остается немного прописать. Просто вертикаль добавить. И взять просто необходимое. Необходимое значение. 20. Ну и вот таким темпом продолжаем. Вообще все эти пляски с бубном. Вот эти с прописыванием. Куча-куча одинаковых показателей. Мне кажется можно было избежать. Если бы разработчики ввели возможность. Вот здесь прописывать например плюс 5. Вот это. Вот. Понимание программы вот этого плюс 5. Решила бы вообще все проблемы. То есть вот это вот все что нагорожено. Куча-куча вот этого прописанного. Это можно было бы прописать там буквально там в 3 стейта. И все. Как бы никаких проблем абсолютно не было бы. Было бы все то же самое. Только в 3 стейта. То есть. Ну короче. Вы понимаете да. О чем я. Все. Все. У нас везде прописано 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 70. Я просто проверяю. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 80. И теперь было бы неплохо проверить еще переадресовку стейтов. Вот этих. С первого у нас идет на второй. То есть нам нужно следить, чтобы вот эти вот два показателя. Стейт 2. Стейт 2. Чтобы они были одинаковые. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Все правильно. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Угу. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. И 22. Последний ведет на первый. Да. Все. Все. Теперь это все. Дело работает. Так как надо. Смотри. Одна пачка угля заряжает батарейку до зеленого. Но это с условием того, что 200 ватт жрет компьютер. Вот это вот еще тоже можно. Вот эти по-моему просто режим онлайна. Так сказать. 5 ватт. Хавайт. Поэтому пока что. Ну в целом две батареи меня должны обеспечивать очень даже неплохим количеством энергии. А когда их будет 5. Давайте это будет вообще халява просто. Ставлю 5 батарей и все. И забываю про электрику вообще. Давайте подождем рассвета. И посмотрим как это все дело работает. Только сказал и рассвет наступает. Давайте понаблюдаем. Вон солнышко. Сейчас посмотрим сразу же. Чтобы у нас все хорошо работало. Давай посмотрим. Заряд, например. Так, жетпак выключи. Сейчас заряд должен, опять же, наше условие. Заряд должен перевысить 495. Вот на третьей панели. И она, соответственно, уезжает у нас вместе со второй панелью. Вернее, вместе с четвертой панелью. Первой, второй и пятой у меня пока нету. Вот 495 уехала. На 5% она сдвинулась. И в целом, смотри, 400 с лишним ватт держит. Прекрасно, прекрасно. Ну, то есть, грубо говоря, в среднем 450, 460, может быть, 470 ватт в среднем. Каждая панель будет выдавать. Хоп. До 430. 430, 490, 60, пополам, 30. Ну, да, где-то 465 в среднем будет они выдавать вообще на всем протяжении. Прекрасно, да? Смотри. Еще 495, еще на 5% смещаемся. Оп. Вот, все. Настроили. Как-то вот так это будет работать, ребята. Такие дела. Все. На этом, я думаю, что будем заканчивать. Я между серией покопаю немножко меди, железа. Ну, в общем, всяких ресурсов. И будем уже заниматься добычей стали уже в следующей серии. Такие дела. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. А с вами был Серега. Всем счастливо всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok